В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски на финишной прямой, когда завершат строительство детской поликлиники на улице Чапаева. Прощай, школа на главной площади города провели выпускной бал. Подробности резонансного ДТП руководитель Саровского ГИБДД рассказал об аварии на Октябрьском проспекте. Далее расскажем обо всем подробно. Продолжается строительство новой детской поликлиники на улице Чапаева. Напомним, по новым срокам сдать ее должны до конца этого года. На каком этапе идут работы, рассказал главный врач клинической больницы номер 50. Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года. Из-за проблем с подрядчиком срок ее сдать не удалось. Нашли нового, определили новый график работ. На конец июня установили окна, закончились работы по наружному водоотведению, канализации, водопровод. Началось внутреннее обустройство коммуникаций. Продолжаются работы. Там практически осталось процентов 10. Это по кровле. То еще там крыльцо практически на 50% готово. Фасад более чем на 80% утеплен. Работы продолжаются. Срок сдачи остается прежний у строительных работ. Это декабрь этого года. В поликлинику поставят новое современное оборудование, в том числе КТ и рентгеновские установки. Часть уже закупили. Часть закупят в этом году и в начале следующего. Какое-то время после окончания строительства займет процесс лицензирования. Затем в поликлинику переедут сотрудники, которые работают в здании физиолечебницы. И часть узких специалистов из поликлиники на Курчатова. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Саров занимает четвертое место по уровню социально-экономического развития среди городов Нижегородской области. По оценке эффективности деятельности органов МСУ наш город находится на третьем месте. Об этом депутатам рассказал глава Сарова Алексей Сафонов на очередном заседании Думского комитета. Подробности далее. Исполнение национальных проектов, наполнение бюджета, уровень средней заработной платы. Традиционно в середине года руководитель администрации отчитывается о работе за предыдущий год перед депутатами Городской думы. На очередном заседании комитета народные избранники заслушали доклад Алексея Сафонова. Алексей Александрович рассказал о значимых событиях 2021 года и подробно остановился на некоторых аспектах жизни города. В целом мы растем. Это как по отгрузке товаров с территории, это так же как по инвестициям, по жилой площади, по населению. Ну то есть в данном случае все необходимое. Мы отмечаем рост города по всем направлениям. Есть вопросы по инвестициям в малосреднее предпринимательство, но там есть тонкости с статистикой, с отчетностью. Но мы все равно понимаем, что 2021 год, постпандемийный год, конечно, не просто отдался данному виду деятельности. Отмечаем рост средней заработной платы по городу, заметный рост розничной торговли, общественного питания. Поэтому делаем вывод, что город ожил после его 2020 года. Одно из важных событий – присоединение к нашему зато еще двух территорий. После выхода указа президента Саров обратил на себя пристальное внимание федеральных структур. Органам местного самоуправления дали поручение составить мастер-план по развитию города. Уникальная ситуация, наверное, для страны. Мы создали несколько вариантов мастер-плана, в котором есть минимальные наши желания, есть, скажем, вещи, которые мы хотели бы, безусловно, получить, и есть некий фантазийный вариант. Данный мастер-план был доложен на уровне правительства. Вице-премьер Чернышенко его проработал. То есть мы понимаем, что это не рядовое событие. Сейчас очень сложно идет вопрос по поиску финансирования на реализацию. Но ключевым для нас у нас появилось это право. Просить вещи, которые мы понимаем, нужны для города и должны развиваться. Свой доклад Алексей Сафонов представит на заседании Городской Думы 28 июня. Полностью его можно посмотреть в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В июле отключат горячую воду. Департамент городского хозяйства сообщает, что в связи с плановым ремонтом системы горячего водоснабжения отключение горячей воды в Сарове пройдет с 18 по 27 июля. Если специалисты завершат работы раньше намеченного срока, сообщат дополнительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородские студенты смогут изучить принципы работы на съемочной площадке и освоить навыки оператора и монтажера. Министерство просвещения России утвердило список специальностей в российских организациях среднего профобразования по всей стране. В перечень вошли в том числе и 12 новых востребованных профессий, например, кино и телепроизводство. КБ-50 вновь проводит выездную вакцинацию против COVID-19. Мобильная приката поликлиники номер 1 будет находиться 28 и 30 июня с 15 до 17 часов рядом с торговым центром Плаза на улице Московской. 29 июня с 9 до 11 часов перед магазином «Пятерочка» на проспекте Ленина. Горожане могут вакцинироваться либо ревакцинироваться препаратами «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Впервые после пандемии в Сарове прошел выпускной бал. С напутственными словами к юношам и девушкам обратились представители администрации города, Департамента образования и Российского федерального ядерного центра. Неожиданным сюрпризом для горожан стало сопровождение мероприятия с шумными заводными байкерами. Сегодня впервые за несколько лет на площади города состоялся масштабный выпускной. Девушки пришли в нарядных, красивых платьях. Джентльмены надели пиджаки и галстуки. На глазах родители слезы. Они волнуются за своих детей, волнуются о их будущем, о поступлении. Ну и ностальгируют по своим школьным годам. Сейчас сложное время для старшеклассников. Ребята ждут результатов ЕГЭ, определяются, куда поступать, готовятся подавать документы. Но никакие переживания не могут оброчить главный школьный праздник – выпускной. Мне не верится, что прошли эти 11 лет. Все-таки я чувствую, что я буду отвечать по моему любимому лицею и по моему любимому городу Сарова. Празднику предшествовала непростая пора – выпускные экзамены. Одиннадцатиклассники Сарова достойно представили родной город на федеральном уровне. Средние баллы за ЕГЭ по городу выше областных и всероссийских почти по всем предметам. Двое написали на 100 баллов ЕГЭ по физике, один – по профильной математике, четверо по русскому языку, трое – по литературе. На самом деле, посоветую не переживать, не волноваться просто так. ЕГЭ на самом деле не так уж страшно, как его черт молюет, все на самом деле хорошо. Однако это лежит этап, и приятно, что мы прошли его с такими прекрасными моими одноклассниками. Волноваться надо было передвигать, а сейчас остается только кайфовать. Выпускники организовали множество творческих номеров для зрителей бала. Времени на подготовку было немного, но старшеклассники отнеслись ответственно к финальному школьному аккорду. Одна из лучших традиций выпускного бала – это вальс. Последние мгновения, когда можно насладиться школьной юностью. Каждым выпуском Саров может гордиться, но в этом году одиннадцатиклассники показали выдающиеся результаты. Среди выпускников 2022-го – 25 призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. 19 победителей – призеров дивизионных и областных соревнований «Нижегородская зорница». 8 победителей – финалистов Всероссийского конкурса «Большая перемена». Победители – призеры различных международных и всероссийских конкурсов и соревнований. За эти достижения выпускники благодарили своих учителей, сотрудников школы и родителей. Та база, которую дала ребятам школа, станет их опорой и на время учебы в ВУЗе, и в будущем трудоустройстве. Соревнования по автозвуку, силовое шоу, танцевальные мастер-классы и благотворительный марафон «Город единства непохожих». В минувшие выходные в Сарове отметили День молодежи. На стадионе ИКАР работали развлекательные и спортивные площадки. Можно было посетить мастер-классы и принять участие в соревнованиях. Подробности в нашем следующем репортаже. Бросок с трех шагов, прыжки, штрафной или крюк – все это лишь некоторые обозначения техник забрасывания баскетбольного мяча в корзину. А за этой зрелищной игры воспитанникам детских садов показал баскетбольный клуб «Атом» в рамках проекта «Гулливер». Рядом тренировались юные футболисты. Сыграть с мячом можно было и среди гигантских надувных фигур. Спорта на Дне молодежи было много. Каждый гость праздника мог найти себе что-нибудь по душе. У центральных ворот ИКАРа для соревчан приготовили силовое шоу. Поддержать, посмотреть, полюбопытствовать. Данное мероприятие придумано мной в рамках социального проекта «Добрыня». Веду его в нашем городе 2013 года. Конечно, он не настолько популярный, но все, что мы можем делать собственными силами, людьми, которые неравнодушны, мы пытаемся это делать. Равновесие на балансборде, приседания на одной ноге с гирями разного веса. Труги на грани человеческих возможностей продемонстрировал Александр Логинов. Особо зрителей впечатлил момент со сгибанием прута вокруг шеи. За каждым упражнением, выполненным с легкостью, как может показаться на первый взгляд, сотни часов кропотливой работы и изнурительных тренировок. Рядом с трех часов состязались и сами соревчане, но не в ловкости, а громкости и качестве звука своих авто. Техника устроила хорошую дискотеку. Замеры продолжались на протяжении нескольких часов. Лучших из лучших выбрать было непросто. И будут соревнования на умелое управление своей аудиосистемой. То есть нужно показать определенные цифры на датчике. То есть на мониторе цифру нужно определенные показатели. Тогда кто как можно ближе приблизился к ней, тот выиграл. Не обошлось на праздники и без добрых дел. Здесь провели благотворительный марафон «Город единства непохожих». В нашем городе его реализуют на протяжении 16 лет. Его цель – оказание адресной поддержки молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Такие марафоны, безусловно, они нужны. Они помогают проникнуться той проблематикой, которая в обществе, к сожалению, существует. Ну и, что самое важное, помогает помочь тем детям, которые действительно в этом нуждаются, в той или иной форме. В том числе, как сегодня, приобретением тренажеров либо спортивного инвентаря. Все вырученные от марафона средства направили на приобретение тренажеров инвалиду детства с нарушением опорно-двигательного аппарата Никите Сидоренко и спортсменам-бадминтонистам с нарушением слуха. В рамках марафона провели традиционный благотворительный футбольный матч. На поле встретились команды органов местного самоуправления Ирфят Смьев. Первый тайм вела команда органов местного самоуправления со счетом 4-1, но во втором тайме команда ядерного центра, безусловно, сумели они собраться и забили нам три гола, соответственно, окончательный счет 4-4, то есть победила дружба. Также в рамках марафона провели благотворительную лотерею и ярмарку добра. Утром 21 июня на проспекте Октябрьском на пешеходном переходе сбили женщину. От удара у нее оторвалась нога. В тяжелом состоянии пострадавшая находится в реанимации. Между тем, случившееся обрастает все новыми слухами. Подробности аварии рассказали дочь потерпевшей и руководитель Саровского ГИБДД. На прошлой неделе в Сарове произошло 5 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшей. Эта авария вызвала большой общественный резонанс. 21 июня в 8.05 у дома 7 на проспекте Октябрьском водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной Киа Сит, наехал на женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую на скорой доставили в КБ номер 50. Ей поставили диагноз травматической ампутации ноги, оскольчатый перелом плечевой кости, травматический шок. Дочь потерпевшей записала обращение и разместила его в социальных сетях. Если у вас есть любая информация, видеоматериалы, фотографии, пожалуйста, пришлите мне в личные сообщения. Нам сейчас нужна любая помощь, потому что человек, который ее сбил, пытается уйти от ответственности. Расскажу о состоянии. Машина ехала на высокой скорости. Ее сбили и машина протащила несколько метров. Отрывалась нога. Была огромная кровопотеря. Переломан таз, сломан шейный позвонок, ключица, плечевая кость, так как я понимаю, рука в двух местах сломана. Очень большая гематома печени и легких, то есть ушиб легких, она не может сама дышать. Как рассказала Полина, после аварии ее мама была в сознании и разговаривала с женщиной, которая оказывала ей помощь. Сейчас она в реанимации и в стабильно тяжелом состоянии. На водителя составлены административные материалы, в том числе с управлением автомобилем с тонированными стеклами. Ранее ему выдавали требования его устранить. Там уголовное дело, то есть будут разбираться, обязательно дождутся результатов по экспертизе, какие именно телесные повреждения получил пешеход. В соответствии, здесь очень законодательством будет принято решение. Это процесс не быстрый просто. Также ДТП попало на камеры здания Саров-гидромонтажа, его тоже приобщили к делу. Кроме того, была информация о том, что мужчина изначально скрылся с места аварии, а потом вернулся. Нет, он не уехал, то есть был совершен наезд на пешехода, наезд на пешехода, и он по инерции проехал практически там до перекрестка. Потом осознал, что он совершил наезд, развернулся и подъехал к месту наезда. То есть не было такого, что он куда-то уехал, где-то там был, потом приехал. Дело отправили в следственный отдел. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.